Аким Салбиев И мама Алена дала интервью, вот только не Акиму Салбиеву. И сегодня вы увидите уникальное видео. Это уже не фрагмент, а полное, от начала и до конца, интервью мамы Делона, которая долгое время воспитывала Ари, которым она честно и откровенно рассказала, как и почему она стала приемной матерью Ари Булон. Провинциальный городок Бургарейн. Сейчас мы побываем в гостях у Эдиты Булона, мамы Арины Делона, которая именно здесь, в этом домишке, долгое время воспитывала Ари Булон. Как вы видите, я живу довольно скромно, а? Как вы считаете? Люди думают, что Делон купил мне целый замок, что я живу как королева в настоящем замке со слугами. Подумали бы лучше. Вы знаете, я прекрасно обхожусь без слуг. Эдита, а как же произошла ваша самая первая встреча? Расскажите, пожалуйста. Это была знаменательная встреча, знаменательное событие. Почему вы так считаете? Однажды, в один прекрасный день, звонок в дверь. Я выхожу, на пороге стоит какая-то девица с ребенком на руках. Никакой коляски, ничего у нее больше не было. Только она и этот ребенок. Она сунула его мне и говорит, это ребенок вашего сына. И тут же собиралась бежать. Она была вся какая-то нервная, какая-то вся на взводе. Это я потом уже догадалась, что, вероятно, она наркоманка. Я взяла у нее из рук ребенка, чтобы она его не уронила, и пригласила ее в дом. И она мне рассказала, что однажды в каком-то кафе, где-то в каком-то городке, они вместе со своей группой, она певица в группе, в рок-группе какой-то. Отмечали успех после концерта. И как будто бы там был Делон, она говорила, что он был полклонником ее группы, ее выступления. Ну и они там познакомились, и после уединились где-то там в какой-то кабинке. И после этого вот родился такой ребенок. Откровенно говоря, я ей не поверила. Она была вся какая-то на взводе, какая-то вся очень нервная. И ребенок совершенно не был похож на Ален. У него еще была вот эта отметка, вы знаете. Это был какой-то знак. У него прямо на лбу было большое родимое пятно. И тогда я сказала себе, Боже, ведь этот ребенок был послан мне самим Богом. В наказание или может в испытание за мои грехи. Чтобы я теперь уже вновь могла проявить свои материнские чувства, воспитать этого ребенка так, как может быть у меня не получилось с Аленом. И этот ребенок, он тогда был совсем еще маленьким. И он так приезжался ко мне и так меня обнял, что я тут растаяла. Я не могла ничего сделать. И любая мать бы на моем месте поступила бы так же, как я. Скажу вам, что этого ребенка я приняла не потому, что она сказала, что это ребенок моего сына, а потому, что это было дитя, которое послал мне сам Бог для того, чтобы я теперь уже могла проявить себя, как настоящая мать. Я тогда относилась к нему просто, как к маленькому ребенку вообще. Хотя честно, я бы была очень удивлена, если бы мой сын имел что-то общее с этой девицей. Мы с мужем были так растроганы этим и так взволнованы. Я тогда ничего не сказала Алену. Мы с мужем решили не говорить об этом Делону. Мы воспитывали его как нашего сына, а не как ребенка моего сына. И долгое время Делон совершенно об этом ничего не знал. Но у нас часто был в гостях Антони, его сын, вы знаете. И, возможно, мальчик рассказал отцу, что вот он у нас видел этого ребенка, что это за ребенок, как он у нас попал. И это стало известно Алену. И тогда Ален сказал своему секретарю, своему импресарио, чтобы тот позвонил мне, раздался звонок, и секретарь сообщил мне, что я должна сделать выбор между этим ребенком и моим сыном. И мой муж тогда сказал мне, твой сын уже вырос и сам в состоянии себя покормить, но Ари мал и нуждается в заботе. И вот почему мы тогда оставили этого ребенка у себя, при этом решив, что расстанемся с ним по достижению совершеннолетия, когда он уже будет поставлен на ноги, а до этого момента кормить его и заботиться, это мой крест. И с той поры мы с Аленом больше не разговаривали. Я не звонила ему, так как мне нечего было ему сказать, но и от него звонков больше не поступало. И как события развивались дальше? Вы усыновили Ариен? Дали ему свою фамилию, Булонь? Нет, мы его не усыновляли. По законам Франции, для того, чтобы усыновить кого-то, требуется согласие всех совершеннолетних детей на это. А это значит согласие Алена, как моего сына, и согласие Полины, нашей общей дочери с мужем. Полина тогда сразу заявила, что она против, а у Алена так мы даже и не спрашивали. К тому же никакое юридическое усыновление не входило в наши планы, в эту нашу миссию, понимаете? У нас были свои дети, свои наследники, а новый ребенок, безусловно, уменьшил бы долю наследства Полины. Это было бы несправедливо, и мы этого не хотели. Но как же тогда у него возникла ваша фамилия, Булонь? Вы же дали ему свою фамилию? Нет, просто когда Ариен получал паспорт, у него, как и у любого француза, было право изменить свою фамилию и имя, выбрав любое другое, в рамках закона, конечно. Он захотел выбрать нашу фамилию, Булонь, но мы не возражали. Но хотя и никакого специального согласия на это мы не давали, у нас во Франции много однофамильцев, ну что ж теперь, пусть теперь будет еще один, это не страшно. Ари хотел, наверное, начать с чистого листа, понимаете? Новую жизнь, с новым паспортом, новой фамилией, и этим именем, которое он сам себе придумал. И что же было потом? А потом он получил паспорт и уехал к матери в Америку. Мы купили ему билет в один конец, и на этом наша миссия закончилась. Это было недавно? Да, совсем недавно. Он сейчас у матери, и слава Богу. Наш птенец оперился и улетел из гнезда. И вы сообщили об этом Алену? Нет, я не сообщала, но он как-то сам об этом все узнал, что Ари уже уехал, и... И тогда он встретился с вами? Да, Ален пригласил меня на награждение его наградой. Я была очень горда своим сыном и просто счастлива. Вот такая история, хотя и грустная, но со счастливым концом. Нам каждому приходится жить со своими бедами, моя дорогая. И это вовсе не так-то просто. В жизни бывают моменты, и я надеюсь, что хоть в твоей жизни их будет поменьше, но это моменты полного отчаяния. И не всякий умеет их пережить. Я вот пережила такие моменты, а вот мой муж не сумел. Теперь его нет. А я 17 лет не видела своего сына. И все из-за этого, Ари. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алены Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит, и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok